Российские власти думают, чем занять завод Nissan после ухода японской компании. Как вариант, площадка может быть передана КАМАЗу, который для сохранения её работоспособности привлечёт китайскую компанию ФАУ. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что стороны уже начали переговоры. Впрочем, никакого другого подтверждения этой информации нет. Напомним, что КАМАЗ уже назначен технологическим партнёром незапущенного пока завода «Москвич», и сама идея передать КАМскому автогиганту очередной опустевший завод выглядит не очень надёжной. Имущество Ниссана — а это автомобильный завод, научно-исследовательский центр, а также центр продажи и маркетинга — за символический один евро будут проданы федеральному институту НАМИ. Однако в течение шести лет Nissan может выкупить свои активы обратно. Что же до концерна ФАУ, то это самый настоящий автогигант. Он выпускает автомобили под собственным брендом, а также делает люксовые модели под маркой «Хунци» — это своеобразный аналог нашего «Ауруса». Кроме того, в портфеле ФАУ есть несколько совместных предприятий — с «Фольксвагеном», «Тойотой», «Фордом», «Маздой» и даже «Ауди». Между тем, корейская газета «Тон Аиль» пишет, что концерн «Хёндэй» вот-вот примет решение, сохранять ли производство в России. По информации издания, почетный председатель группы «Хёндэ» Чон Монгу старается, цитируем, «продержать активы как можно дольше». Но один из рассматриваемых сценариев — это продажа петербургских заводов. Как утверждает газета, в августе и сентябре российское отделение «Хёндэй Мотор» не продало ни одного автомобиля, однако продолжает выплачивать зарплаты, налоги и оплачивать различные счета. Покрывать это приходится кредитами. Хотя санкции затрудняют денежные переводы между головным офисом «Хёндэй» и российскими дочками — нынешняя ситуация может привести компанию к банкротству. При этом, как отмечает телеграм-канал «Русский автомобиль», конвейер, с которого прежде сходили «Хёндэй и Киа», уже начали консервировать. Кроме того, с него вывезли около полутора тысяч не прошедших финальную приёмку автомобилей. Работники завода, которым с марта ежемесячно продлевают режим простоя, ждут 27 октября. Считается, что в этот день боссы раскроют перспективы. Кстати, помимо площадки, на которой собирались «Рио», «Солярисы» и «Креты», у российской «Хёндэ» «Мотор Мануфактуринг Рус» вдобавок имеется моторный завод. И это не считая неиспользуемого конвейера, что прежде принадлежал концерну «Дженерал Моторс» и готовился к сборке корейских кроссоверов.